МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакин. В начале выпуска коротко о главных событиях. 13 семей пострадавшего дома в поселке Шахан переехали в новое жилье. Осталось приобрести лишь одну квартиру. В благотворительном фонде готовы отчитаться за каждой тенге. Опасное производство. Очередной смертельный несчастный случай произошел на металлургическом комбинате Арселор Металтимиртау. Погиб 23-летний рабочий. Могут ли паводки вновь спровоцировать вспышку сибирской язвы? Ветеринарные врачи области отследуют около 80 предполагаемых очевов сибирской язвы. 13 семей пострадавшего дома в поселке Шахан переехали в новое жилье. Как сообщают в благотворительном фонде, помощи пострадавшим от чрезвычайного происшествия осталось приобрести лишь одну квартиру. Наша съемочная группа вновь побывала в поселке. Светлана Босарева сегодня с удовольствием готовит на новой кухне своей новой квартиры. Прошедшие новогодние праздники запомнятся ей на всю жизнь. Ей и еще десятку тех, кто пострадал от взрыва отопительного котла в поселке Шахан. К счастью, в тот день никто из семьи Светланы не пострадал. Вот как она сама вспоминает ту страшную ночь. Мне просто было удивительно, что я дверь открываю, и я должна видеть соседнюю дверь напротив квартиры трехкомнатной. А он стоит, а за его спиной улица. Я в шоке была. Приобрести жилье помог благотворительный фонд. Светлана благодарна, что все сделали быстро. Буквально вечером она увидела объявление, а утром уже отмечала новоселье. Помимо фонда, пострадавшим помогли и работодатели. К примеру, угольный департамент перечислил своим работникам более полутора миллионов тенге. Нам всем, помимо того, что нам попечительский совет квартиры купил, нам еще угольный департамент выделил наличными деньгами на наши счета по миллион семьсот. И мы уже могли распоряжаться этими деньгами, пойти на второй день их снять и добавить там на квартиру. По состоянию на 3 марта в фонд помощи пострадавшим поступило более 170 миллионов тенге. Израсходовано 92 миллиона. Такие данные приводит член попечительского совета фонда. Жамала Мамирханова отмечает, что все деньги поступили от частных лиц либо организаций. Но в фонде отмечают и нематериальную помощь властей. Я так думаю, что если бы мы, допустим, только надеялись на то, что на перечисление средств чисто от людей, ну как добрая воля, да, будем так говорить, то, естественно, на такой бы суммы мы бы вряд ли собрали такую сумму. Естественно, исполнительные органы здесь в этом плане поработали очень хорошо с крупными предприятиями и организациями для того, чтобы они внесли свой какой-то вклад в этот фонд. Всего необходимо было приобрести 14 квартир. На сегодня куплено 13. Осталось приобрести еще одну квартиру, в которой будет жить девочка, оставшаяся сиротой в результате чрезвычайного происшествия. В фонде заявили, что это дело нескольких дней. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Бауржан Ермагомбетов, Первый, Карагандинский. Смертельный несчастный случай произошел на металлургическом комбинате Арселор Митталтимиртау. По сообщению пресс-службы предприятия, при проведении разгрузочных работ в топливно-транспортном цехе станции ТЭЦ-2 попал под вагон рабочей подрядной организации 1993 года рождения. От полученных травм рабочий скончался на месте. Пресс-служба Арселор Митталтимиртау сообщает, что на производство происшествий не повлияло. В Казахстане выросли цены на самый ходовой бензин марки АИ-92, а также и на дизельное топливо. В целом за год 92-й бензин прибавил более 11%. Солярка подорожала на 38%. Компания-производитель назвала причины. Среди главных – изменения оптовых цен в начале месяца. Таким повышением автолюбителей явно недовольны. Напомним, в начале февраля цены на бензин в Казахстане также выросли. В конце января в Казмунайгаз сообщили, что цена на АИ-92 может вырасти до 145 тенге. Совсем недавно в Минэнерго рост цен на бензин связали с увеличением количества автомобилей. В разумительного ответа нам причины поднятия цены и на что опирались они, так же нам ответа не поступило. Поэтому сейчас я могу констатировать то, что у нас цены живут своей жизнью. То есть конкретно говорить о том, кто их контролирует и как, ну пока что мы встречаем такое, это к нам не относится, мы такую информацию не можем дать и так далее. То есть вопрос открытый остается. Поэтому, конечно, контроль за поднятием цен у нас оставляет желать лучшего. В соответствии с законом госрегулирование цен распространяется только на розничную реализацию бензина АИ-80. При этом на регулируемые ранее бензин АИ-92 и дизельное топливо цены устанавливаются розничными реализаторами самостоятельно. Ранее министр энергетики Казахстана Канад Бузумбаев обещал после модернизации трех заводов снижение цен на бензин. Однако не в два раза ниже, чем ее стоимость в России. Ожидается, что в первое полугодие 2018 года завершится модернизация Шемкенского НПЗ. Во второй половине 2017 года – Атыраусского и Павлодарского. Да, бензин подорожал и это чувствуется. Убивает, просто убивает. А разница со сравнением с тем годом есть? Ну как? Конечно есть. В том году сколько было, помните? В том году что-то там 120, по-моему, 121-123 было, а сейчас 140. Конечно бьет, потому что цены на все взлетело, ну цена, допустим, на километр не повышается, там, не знаю, на квадрат не повышается, а цены на продукты и на коммунальное жилье все повышается, вот я не знаю, поэтому все бьет. Да, подорожал и очень сильно бьет по карману. Каждый день заправляемся, отдаю по две тысячи. На еще один социальный продукт повысились цены, существенно влияющие на жизнь граждан. Это природный газ. Об этом сообщает на своем сайте комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики. Согласно официальной информации, основной оператор по газу «Казтрансгаз» ежегодно несет убытки от реализации газа на внутреннем рынке, поставляя его казахстанцам по цене ниже себестоимости, то есть датирует потребителей Казахстана. Асель Сазамбаева, Жакслык Нуртай, Бауржан Гермагамбетов, Первый Карагандинский. В Карагандинской области не хватает квалифицированных кадров в области сельского хозяйства. Решить эту и другие проблемы агрария в призван меморандум, который в Астане подписал Аким Карагандинской области с Казахским агротехническим университетом. Из Астаны наш следующий репортаж. АПЛОДИСМЕНТЫ Развитие агропромышленного комплекса в Карагандинской области с помощью научных разработок ученых Казахского агротехнического университета. Такова главная цель меморандума, который в Астане подписали глава области Нурмухаммед Абдебеков и ректор университета Ахалбек Куришбаев. Визит в Астану делегации не праздный. Чиновники и карагандинской аграрии намерены использовать передовой, а где-то и экспериментальный, опыт столичных ученых для поднятия конкурентоспособности и эффективности сельского хозяйства нашего региона. По тем предложениям, рекомендациям, которые мы сегодня услышали, то в зависимости, понятно, от животноводства или растеневодства, эффективность можно поднимать уже на сегодняшней базе на 25-30, а то и на 50%. Конечно, за один год, наверное, мы сразу не сможем достигнуть таких показателей, но обозначить вектор в этом направлении и ставить перед собой задачу повысить, допустим, урожайность сегодня выступал руководитель нашего крупного крестьянского хозяйства Шахтерская, господин Прокоп. Он говорил о том, что если у меня за последние 18 лет средняя урожайность около 14 центров с гектаром, то благодаря привлечению научных разработок мы ставим задачу до 20 центров с гектаром достигнуть. О коренной модернизации аграрного сектора экономики в своем послании говорил глава государства. Сотрудничество между университетом и карагандинскими сельхозпроизводителями станет первым шагом в реализации этого документа. Сотрудничество может идти по нескольким направлениям. Одно из них – внедрение отечественных и зарубежных передовых технологий. Мы осваиваем новые методики и мы можем эти уже методики использовать в рамках Караганинской области. Начиная от мониторинга посевов, то есть где посеяно, где не посеяно. Теперь фаза развития растений мы можем контролировать. И далее, сегодня, вчера у нас были депутаты, во главе Владимира Карповича Башко. Мы показали уже, что мы можем уже прогнозировать урожайность на каждом поле через космический мониторинг. В ходе встречи присутствующие также заслушали выступления ученых по разным темам. По ветеринарии, развитию рыболовства и аквакультуры, селекционно-племенной работе и многое другое. Согласно подписанному меморандуму, Агротехнический университет будет оказывать карагандинским аграриям научное сопровождение сельскохозяйственных работ. Андрей Тенул, Жасгабасов, Баужан Ермагомбетов, Первый, Карагандинский. Более 200 нарушений ветеринарных норм выявили санитарные врачи области за прошлый и два месяца нынешнего года. Наложены штрафы на сумму более 4 миллионов тенге. Кроме того, планируется обследовать 78 скотомогильника на предмет наличия открытых очагов сибирской язвы. Эти и другие планы, связанные с безопасным прохождением паводкоопасного периода, обсудили в областном Акимате. Среди самых распространенных нарушений ветеринарных норм числится несоблюдение правил транспортировки мясной продукции, неправильное хранение препаратов и несвоевременные прививки. Нередко сельские ветеринары грешат и незаполнением единой базы данных. В ней должны быть записи о животных, прививках, идентификационных номерах и адреса убойных пунктов. Подобная информация исключает вероятность попадания на прилавки зараженного мяса. Также мы ставим себе задачу в текущем году в 78 очагах сибирской язвы провести необходимую работу. Взятие отбора проб. По итогам прошлого года было 57 отобрано проб. Из них на сегодняшний день занесено в базу государственного земельного кадастра по 28. На обследование 78 предполагаемых очагов сибирской язвы необходимо 484 миллиона тенге. Акимат области направил заявку на эту сумму в Министерство экономики и сельского хозяйства. Однако ее не одобрили. Теперь выделение средств будет решаться на местном уровне. В целом из 135 очагов сибирской язвы огорожены пока лишь 57. Также чиновники рассказали о противопаводковых мероприятиях. С 3 марта 2017 года областная подсистема гражданской защиты переведена в режим повышенной готовности. На сегодняшний день начаты уже очистки водопропускных труб, колец на автодорогах нашей области, проводятся объезды паводкоопасных районов. По данным службы ЧАЭС, в этом году паводковый период должен пройти в стабильном режиме. Несмотря на то, что есть угроза подтопления 172 населенных пунктов, ситуация находится под постоянным контролем, заверил главный спасатель области. Все районы подготовили к весеннему таянию необходимое количество инертного материала, мешкотар и другие виды защиты. Кроме того, в самых заснеженных поселках идет активная работа по очистке снега. 26 кандидатов в депутаты подали заявки на участие в выборах вместо 8 выбывших. Будущие народные избранники претендуют на депутатские кресла в районах и городских маслихатах Сатпаева, Каркаролинского, Бухаржираусского, Осакаровского и Нуринского районов. Выборы намечены на 26 марта. В выборах будут задействованы 6 территориальных, 8 окружных и 58 участковых избирательных комиссий. Регистрация кандидатов в депутаты производилась 4 февраля по 1 марта. Всего 26 претендентов выдвинули свои кандидатуры. Из них 18 – самовыдвиженцы, а 8 – представленные партией Нур-Отан. Из 26 кандидатов 14 – мужчин, 53,8%, 12 – женщин, 46,2%, 77% кандидатов имеют высшее образование и 23% – среднеспециальное образование. Среди кандидатов есть и учителя, и врачи, и даже работник архива. Самому молодому – 22 года. По словам членов комиссии, агитационная работа претендентов закончится 24 марта. Те, кто временно находится не по месту прописки, должны заранее известить об этом. В основном списки избирателей включаются по основной прописке. Но если гражданин знает, что он находится на работе, выезжает в этот регион и желает принять участие в выборах, он за 30 дней до начала выборки имеет право обратиться в Акимат с тем, чтобы его включили в списки избирателей. Сейчас Акиматы проводят работу по уточнению списков избирателей. Каждый гражданин может проверить в списках свои данные и внести корректировку. Айям Амрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Настоящий праздник творчества устроили участники танцевального конкурса «Байтирек». Традиционно в преддверии Международного женского дня лучшие танцевальные коллективы республики собираются, чтобы побороться за главный приз. Открытый танцевальный конкурс «Байтирек» проходит в седьмой раз. За это время он стал настоящим стимулом для творческого развития детей и подростков. С каждым годом популярность конкурса растет. Если в прошлом году всего было 1700 участников, то в этом году более 1900. Также расширяется география конкурса. В этот раз приняли участие танцоры из Астаны, Павлодара, Жисказгана, Садпаева и районов Карагандинской области. Коллективы оценивались по пяти возрастным группам в десяти номинациях. Примечательно, что в этом году в программу конкурса впервые включена номинация «Болливуд». Номинаций стало больше. Добавились дисциплины чир-данс, восточные танцы, индийские танцы, современные танцы. Каждый участник соревнований получает памятные призы и грамоты. Победители получают кубки. Поэтому такие мероприятия направлены на культурное и эстетическое воспитание нашего подрастающего поколения. Варвара Новичкова занимается танцами шесть лет. Участница танцевального коллектива «Импульс» уверена в победе своей команды. Название группы не случайно. По словам Варвары, в «Импульсе» занимаются энергичные и позитивные дети. Наша группа называется «Импульс». Мы на этом конкурсе уже два раза были и выигрывали первое и второе место. Потому что я с детства любила очень танцевать, и мама меня отправила на танцы. Танцоры поражались своим талантом, сверкали красочными костюмами. Каждое выступление оценивали профессионалы из Караганды и Алматы. Главными критериями стали техника исполнения, композиция, хореография и имидж. Победители в каждой номинации в возрастной группе награждены именными кубками, медалями и дипломами. Асель Сазамбаева, Жасулам Акулбеков, Бауржан Ермагомбетов, Первый Карагандинский. Впервые в Каркаралинске прошел областной турнир по волейболу. Состязание провели в честь 350-летия Казбекби. Ученики школ с 7 по 11 классы поборолись за звание сильнейших. Подробности в репортаже Ларисы Хусаиновой. Казбек Кельдебекулы – великий оратор, общественный деятель и посол. Принадлежал к среднему жузу, к разделу каракисек племени Аргын. Его прозвище – Каздаусты, в переводе с казахского – гусиноголосый. Вместе с Толя Би и Айтеке Би – один из трех великих судей казахского народа и один из авторов первого систематизированного свода казахских обычаев и законов. К большой и знаменательной дате – 350-летию со дня рождения Казыбекби – в Каркаролинске провели волейбольный чемпионат. Этот вид спорта очень хорошо развит в районе. Этот вид спорта развивается в нашем районе. В прошлом году на областном турнире по волейболу мы заняли первое место. Для детей в нашем спорткомплексе созданы все условия. Здесь же проводятся областные спортивные сборы по разным видам спорта. В турнире приняли участие восемь команд Карагандинской области. Ученики местных школ с радостью приняли участие в состязаниях. Ребята седьмого по одиннадцатой классы увлекаются разными видами спорта. Я занимаюсь этим видом спорта уже четыре года. Выбрал его, потому что это интересно. К этому турниру мы готовились почти полгода, много тренировались и достигли хороших результатов. Команда участников за призовые места награждены ценными призами и кубками. В дальнейших планах спортсменов – развивать различные виды спорта в своем районе и выходить на новые уровни. Лариса Кусынова, Жасулам Кулбеков, Баужан Ермагомбетов, 1-й Карагандинский. И еще об одном. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» выходит в одну четвертую финала плей-офф. В субботу, 4 марта, в Караганде в пятом матче «Сарарка» обыграла чеховскую звезду со счетом 5-0. Карагандинские хоккеисты явно не желали затягивать серию и возвращаться в Чехов. Настрой был только на выигрыш, что в итоге и получилось. Относительно равным получился лишь первый период, в котором счет был открыт лишь за 16 секунд до перерыва. Михаил Анисин отличился в большинстве. Ровно половину второй 20-ти минутки армейцы «Звезды» провели в меньшинстве. Однако единственная шайба в этом периоде была забита в равных составах 2-0. В третьем карагандинцам удалась шестиминутная серия, в которой они отличились еще три раза, доведя счет до крупного. Итог встречи 5-0. На традиционной послематчевой пресс-конференции главный тренер «Звезды» поздравил коллегу с выигрышем и заявил, что нынешний плей-офф для «Звезды» является первым. И сыграть с такой командой опытной 40-й для нас это школа, школа для ребят, это все идет им в копилочку, главное, чтобы правильные выводы все делали. Команда, видите, у нас молодая, поэтому у ребят будущее еще все впереди. Как говорится, мастерство взяло верх в этой серии, поэтому у нас немножко не хватило мастерства, опыта. Наставник карагандинца, в свою очередь, отметил, что определяющей была четвертая игра в Чехове. Ну, определяющая игра была, я думаю, четвертая в Чехове, когда с 0-2 отыгрались и в овертаме выиграли, за что огромное спасибо ребятам. Сегодня был хороший настрой, боевой настрой, правильно сыграли, ничего не выдумывали, да, и забили. Где-то трудовые, где-то красивые голые, и в итоге победили. Хотел поблагодарить наших болельщиков за их поддержку, наше руководство, которое делает очень много для команды. Следующая игра, уже 1-4 финала плей-офф, еще не назначена. Как не определен еще и следующий соперник карагандинской сарарки. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, а мы с вами. Субтитры подогнал «Симон»